Про формулу Герона. Если разглядывать вписанную и вне вписанную окружность, то можно доказать знаменитую формулу Герона для площади треугольника. Формула такая. Корень квадратный из P умножить на P-A умножить на P-B умножить на P-C. Это на самом деле не так просто сделать. Сначала объясню, что это такое без квадратного корня. Это вот что такое. S в квадрате это P умножить на P-A умножить на P-B умножить на P-C. Записать это, что называется, понятнее. Смотрите, а ведь S разделить на P мы знаем. Знаем или не знаем? Значит, я могу формулу Герона переписать следующим замечательным образом. S делить на P умножить на P умножить на S делить на P-A равняется P-B умножить на P-C. Вот эту величину вы знаете, это R. Эту величину вы тоже знаете, это радиус в неописанную окружность соответствующей вершине A. Значит, формула Герона это вот такое равенство. А я его еще раз перепишу. Я его еще раз перепишу, это равенство. Следующим образом. Одну из этих величин оставить в числителе, которую отправить в номинации. Получится так. R разделить на P-B. P-C разделить на R с синдексом A. Правил пропорции все знают? То, что там внизу написано, R умножить на R A равняется P-B на P-C. Это в точности вот эта штука. Правда? А вот теперь начинается самое интересное. Надо нарисовать чертеж, чтобы там была вписанная окружность. Чтобы там была не вписанная окружность с радиусом А. Найти на том чертеже отрезок длины P-B. Найти на этом чертеже отрезок длины P-C. И объяснить, почему же вот это равенство будет верно. Как только вы это сделаете, вы тем самым докажете формулу Герман. Обязательно нужно новый чертеж. Потому что у меня сейчас на доске отдельно нарисовано вписанное. Отдельно нарисовано не вписанное. А надо, чтобы обе окружности были вместе. Только когда что-то получится. Чертеж, я не обязан начинать с треугольника. Я начал с угла. Теперь я нарисую... Смотрите, вот здесь вот есть радиус. Это есть то самое R. Меня интересует вот эта окружность. Это есть R с индексом А. Здесь то же самое. Здесь такой же радиус. R с индексом А. Давайте эту точку обозначим G. Эту точку И. Ребята, мне очень интересно, где на этой картинке будет отрезок P-B. И где на этой картинке будет отрезок P-C. Пожалуйста, подумайте, и у нас все получится. Так, единственное, что я как-то кривовато нарисовал, потому что вообще-то отрезки должны быть равны. Отрезки от точки С, обе касательные, и у нас все равно должны быть равны. Давайте я здесь поставлю точку D. С, D. Это что такое? Смотрите. Вот этот отрезок, это P. А, D. Это P. А вот это? То есть это что? P-B. Ребята, а P-B это то, что мне нужно. Вот он, P-B. Вот этот маленький отрезок. Теперь надо на этой картинке где-то найти отрезок P-C. И мне нужно подобие треугольников. Это как человек и фотография. Повторяю. Подобные треугольники. Фигуры называются подобными, если по форме они одинаковые, а размеры у них могут быть разные. Кто увидит на картинке, слушайте, а я вижу. Вот эта сторона, это P-B. А эта сторона, это радиус. Давайте я его аккуратно нарисую. Вот здесь вот есть один катер, это R с индексом A, а другой катер, это P-B. А вершины такие. Вот это точка D, это точка C, а это точка G. Поняли, что это треугольник? Вот это треугольник. А вот сейчас вы должны мне... Да, и это есть отношение одного катера к другому. А вот сейчас вы мне должны на картинке найти треугольник, у которого будет сторона... одна сторона R, а другая сторона будет P-C. Кто увидит такой треугольник? Как только мы его увидим, как только мы поймем, что это на самом деле треугольники подобные, все будет сделано. C-I. А B, C, G? B что? C. Вот такой? Да не верю, он даже не прямоугольный. Еще раз, одна сторона должна быть R маленькая, другая сторона B-C. Вспоминайте, у нас были там вот, у нас были 6 величин. Вспоминайте, где здесь было B-C. На самом деле здесь было даже два раза. Но в данном случае нам нужно один раз. Треугольник. Какой? Подобный заштрихованному. A, E, C. Какой? A, E, C. Неверно. A, E, C это вообще не треугольник. Что? A, E, A. Никакого A в математике не бывает. В математике буквы произносят как немецкий язык. A, E, C. Как? I, E, C. I, E, C. Молодцы! I, E, C. А вот теперь давайте это докажем. Во-первых, почему здесь B-C? Потому что мы это уже решали. Потому что вот эту формулу можно доказывать. Это расстояние от вершины до точки касания пути сна. Это действительно B-C. Но R это просто R. Ребята, осталось объяснить, почему вот этот треугольник подобен этому. Ведь смотрите, что здесь написано. R делишь R на B-B. Это так называемый креэффициент подобия. И это будет то же самое, что B-C делишь на R-B. Кстати, для тех, кто так не любит, давайте я по-другому вот это расстояние спешу. P-C в знаменателе, а P-B в числителе. Может быть, будет понятнее. R делить на P-C. Это то же самое должно быть, что P-B делить на R с индексом. Господа, это называется тангенс угла. Тангенс вот этого вот угла, угла И-Ц-Е. Тангенс угла И-Ц-Е. Это вот это вот отношение. Давайте поймем, почему на самом деле этот угол равен вот этому. Угол И-Ц-Е равен углу С-Ж-Д. Почему? Это очень просто, но это надо сделать. Поскольку треугольники равны, то... Они не равны. Они даже у меня на картинке не равны. Они подобны. Это совсем другое. Они по углам такие же, а по сторонам они разные. Поэтому здесь не разница сторон, а разница отношений. Почему эти два треугольника подобны? Потому что угол и одинаков. Требуется объяснить, почему угол И-Ц-Е равен углу С-Ж-Д. Угол И-Ц-Е равен углу С-Ж-Д. Треугольники подобны. Треугольники подобны. А углы именно равны. Почему? Они подобны. Почему они подобны? Они подобны именно из-за того, что эти углы равны. Почему? Не слышу. Почему углы-то равны? Ребят, для того, чтобы это понять, самое разумное, это сделать то, что называется монастой чертеж. Не рисовать эту окружность. И эту окружность не рисовать. А нарисовать только самую главную часть. У нас есть луч. Это вот эта прямая. Там есть точка. Вот эта точка С. Так? Так. У нас есть отрез. ВС. Ну, не важно. Можно лучше. А теперь очень важно. У нас есть биссектриса. Вот здесь. И биссектриса здесь. Вот этот луч делит угол ровно пополам. Согласны? Да. И здесь луч, который идет на центр, вот этот вот СЖ, он тоже делит пополам. А теперь смотрите, что от вас просят доказать. Что вот эти два угла вместе дают 90 градусов. Все углы, которые обозначены одним штрихом, можно обозначить как альфа, который с двумя штрихами как бета. И, соответственно, 2 альфа плюс 2 бета дает 180 градусов, а альфа по бета... Ну, давайте. Альфа не хочу, потому что уже АВС есть вершина. Давайте. Это будет у меня Фи, а это будет какая-то величина Пси. Так? Смотрите, что у меня тогда есть. Весь угол 180 градусов. Это очень просто. 180 градусов – это Фи плюс Фи плюс Пси плюс Пси. А просят доказать, что 90 градусов – это Фи плюс Пси. Вот такая буква читается Фи. А вот такая буква читается Пси. Пальца И. А, кстати, а есть еще буква Кси. Вот так пишется буква Кси. А еще есть много интересных греческих букв. Например, вот эта буква. Что такое? Ро. Ро. Молодцы. Это буква Ро. Так. А вот эта буква, как читается? Это Ню. Это – это Ню. Ню – это вот это. Это? Мю. А вот это – Ню. А вот эта буква – это и не Ню, и не Ню. Эта буква совершенно замечательно читается. Э-та. Прямо так она и читается. Корень из произведения. П на П минус А на П минус Б на П минус С. Возведем все в квадрат. Когда вы взвели все в квадрат, получили вот такую форму. Разделим ее на П и на П минус А. Обе части, да. Ну, получим все соотношения. Да. Ну, здесь это Р умножить на Р ата. Это П минус Б на П минус С. Потому что мы доказывали уже такую формулу. С – это П умножить на Р. Была такая формула, да? С – это П умножить на Р. И мы доказывали формулу, что С – это П минус А умножить на Р с индексом А, да? Разделим на П минус Б вот эту формулу. Да. И на Р ата. Да. И что получится? Получится вот это. Его нужно доказать, да? Да. Дальше. Это то же самое, что подобие двух зашеркованных треугольников. Это всем понятно? Да. Почему же они подобные? У них одинаковые углы. Потому что вот этот угол – это половина всего. Вот здесь – Фи, Фи, Пси, Пси. Вот эти все два угла – это Пси. Эти два угла – это Фи. Эти два угла – это Пси.